Я, Господь, захиву дома Твоих, Христе, подам спасение и бысть, сице ныне подам священных служителей Твоих, и с ними святых ангел Твоих, мир Твой покажь дому сему и милость ему благослови Его, спасай и просвещай всех, трудитесь зернем потящим. Клирик Богородица Рождественского собора города Орехово-Зуева совершил обряд освящения помещений начальной школы, центра начального образования Моулицей, площади которых перепрофилируются под учебные классы из двух зданий детского дома школы. Дай Бог, чтобы благословение Божие всегда было с вами, чтобы ваши труды были содействующими Богу, чтобы не чувствовали себя оскудевания, не чувствовали себя выгорания, как говорят, как модно сейчас говорить, что вроде профессионал, вроде все при тебе, а вот в душе что-то тяжело и пусто как-то, чтобы этой пустоты не было. За счет средств муниципального бюджета отремонтировано одно здание детского дома школы на 200 мест. 26 января состоялось открытие корпуса после ремонта. Конечно, занятия в первую смену, они позволят более продуктивно ребятам обучаться. И в лицее останется только две смены, которые будут работать во вторую смену, это шестый и седьмый класс. Всем-всем большое спасибо. И я думаю, что это все поможет реализовать ту программу, которая поставлена губернатором Московской области по переводу учащихся на режим обучения в первую смену. В учебном корпусе располагаются первые и вторые классы начальной школы. Таким образом, вся начальная школа МОУ-лицей обучается в первую смену. В рамках умной социальной политики, которая сегодня проводится в Московской области, детишек из второй смены определить сюда. У нас вторая смена у лицея порядка 500 детей. Запустив этот корпус, его мощность рассчитана на 250 детей. Сегодня мы пообщались также с родителями, с детишками. Дети даже вторых классов, что начальная школа, что вообще недопустимо, они сегодня уже ходят в первую учащую, в первую смену. Для них это открывает дополнительные возможности. В полдня, во второй половине дня заниматься спортом, заниматься творческим развитием или дополнительным образованием. Также на этой территории есть еще один корпус, который был раньше спальным. Сегодня там у нас столовая. И есть перспектива найти средство для того, чтобы его отремонтировать. Там нужны уже серьезные средства, там порядка 50-60 миллионов рублей нужно. И тогда мы полностью у лицея разгрузим вторую смену. Мы понимаем, что местного бюджета нам однозначно будет недостаточно. Поэтому будем также обращаться в Министерство образования, в правительство с возможностью попадания в каких-то программ. Считаем это абсолютно целесообразным, еще раз говорю, не создавая нового учреждения. И если посчитать, что у нас сегодня одно место на ребенка стоит не менее миллиона рублей, то здесь математика очень простая, достаточно выгодна. И тем самым мы добиваемся поставленной задачи. Геннадий Панин произвел оценку проведенного ремонта, условий реализации учебных программ, а также встретился с учениками и их родителями. Мы хотели бы от лица родителей вторых классов выразить огромную благодарность администрации нашего города, в частности Геннадию Олеговичу Панину, за то, что нашим детям предоставлена такая возможность обучаться в первую смену. Мы считаем, что это благоприятно отразиться на здоровье наших детей, а также на их работоспособности. А также многие из родителей, в частности я, уверена, что первая смена дает большие возможности для дополнительного образования наших детей, посещения каких-либо секций. И в отличие от второй смены, мы наконец-то спокойно со своими детьми вечером можем погулять. При условии капитального ремонта общежития, бывшего здания детского дома школы, будет осуществлен полный переход на односменный режим в МОУ-лицей. В настоящее время в городском округе функционирует 18 общеобразовательных учреждений, в шести из которых есть вторая смена. Всего обучается 11 782 ребенка. Из них 1866 человек обучаются во вторую смену. Проведенная работа позволит сократить вторую смену еще на 120 мест. Итого только с января 320 детей перейдут в первую смену. Также после капитального ремонта, проведенного за счет областных средств и муниципального софинансирования, начинает работать средняя общеобразовательная школа номер 6. Потрачено более 26 миллионов рублей. Были установлены кабинки, унитазы, окна, система отопления, электричество. В здании школы произведена отмозка цоколя. Полностью заменена система отопления, канализации, проводка. Установлены новые приборы освещения. В спортивном зале заменены полы. Отремонтированы холлы всех этажей. Поменяли нам батареи, поменяли проводку. А своими силами мы красили, естественно. Приводили все в порядок. Родители с пониманием к этому относились? Да, родители с пониманием приняли. То есть жаловаться не будут, что с них там что-то требовали? Нет, больше половины класса приняли участие, чтобы все восстановить. У нас в районе 10 лет не использовался четвертый этаж. Теперь мы можем содействовать эти площади, ну и, соответственно, расширить количество детей в школе. А это, в общем-то, и для учителей будет большим плюсом, поскольку они это почувствуют в заработной плате. Ну и для школы мне очень бы хотелось, чтобы была такая хорошая, добрая слава в городе, скажем, по шестой школе. Потому что шестая школа всегда ценилась, всегда, скажем, давала таких выпускников, довольно значимых и для города, и, может быть, даже какие-то и для страны в целом. В частности, наш глава – это выпускник шестой школы. Ремонт производили в период с конца ноября по 20 числа января. На этот период учащиеся были распределены в школы города номер 2 и 26. Я, в общем-то, в целом доволен этим ремонтом. Здесь нужно сказать слова благодарности губернатору за то, что, в общем-то, выделил длинную долю денег на капитальный ремонт министерства образования, чтобы поддержали. И вот сегодня дети уже второй день, как они сами выражаются, практически в новой школе. Очень важно получить информацию от детей, от родителей и от самих учеников. В настоящее время разработана дорожная карта ликвидации второй смены. В 2016 году запланирован перевод 120 учеников школ номер 11 и 18 в шестую, 150 учащихся 20-й школы во вторую. Управлением образования администрации городского округа подана заявка в правительство Московской области на строительство пристройки к средней общеобразовательной школе номер 16 на 500 мест. Также планируется пристройка на 400 мест к школе номер 4.